добрый день у нас сегодня с вами вторая лекция по дыханию и в этой лекции мы с вами рассмотрим вопросы транспорта газов газообмен в тканях и регуляции дыхания то есть все оставшиеся вопросы из раздела дыхания в конце прошлой лекции я обещал вам назвать те термины обозначающие типы дыхания которыми мы сегодня будем встречаться ну давайте немножечко повторим эйпно или эупно это нормальное дыхание этот термин применяется в медицинской литературе тахипно и брадипно я уже с вами на прошлой лекции разобрал апно это остановка дыхания диспно и вот в повседневной нашей жизненной практике встречается такой термин одышка вот диспно это фактически одышка то есть нарушается частота дыхания ритм дыхания сопровождающиеся какими-то защитными рефлексами как правило вот это диспно вот термина который мы сегодня на нашей лекции будем использовать гиперпно и будьте внимательны и постарайтесь сразу же отличить от термина гипервентиляция может быть даже давайте сначала гипервентиляция разберем это произвольное то есть по желанию увеличение минутного объема дыхания не соответствующее изменению газового состава крови то есть просто взяли и стали дышать глубже и чаще гиперпно это увеличение тоже минутного объема дыхания кстати не произвольно при увеличении углекислого газа в крови то есть причиной усиленного дыхания является изменение газового состава крови гипопно ну здесь все наоборот если мы с вами будем произвольно задерживать дыхание дышать не так глубоко как обычно дышать реже то есть без изменения газового состава крови произвольно будем изменять дыхание это будет гиперпо гиповентиляция а вот если в нашей крови уменьшается содержание co2 в крови то будет уменьшаться и минутный объем дыхания я думаю вы с этими терминами легко разберетесь при дальнейшем изложении материала итак транспорт газов о каких газах идет речь конечно кислород конечно двуокись углерода вот эти два газа будут нас интересовать транспорт кислорода из прошлой лекции мы с вами помним что в результате газа обмена в легких кислород попадает кровь и кровь становится артериальной то есть она пришла как венозная но насытившись кислородом стала артериальной и вот содержание кислорода в артериальной крови в среднем у взрослого человека составляет 180 200 миллилитров на литр каково парциальное напряжение кислорода в артериальной крови но мы с вами называли несколько цифр давайте возьмем за ну как бы основу для памяти 100 миллиметров ртутного столба 100 миллиметров ртутного столба каком состоянии находится кислород в артериальной крови ну есть небольшое количество около 3 миллилитров на литр сопоставьте с величиной 200 180 вот 3 миллилитра на литр это состояние физического растворения то есть кислород плохо растворим в крови все остальное это оксигемоглобин то есть соединение с гемоглобином соединение с гемоглобином это не истинное окисление молекул гемоглобина это соединение ее за счет ковалентных связей причем имеет место такая константа гюфнера мы ее будем обозначать как 1 целая 34 миллилитра хотя встречаются немножечко другие данные в литературе но давайте вот эту цифру запомним 1 целая 34 миллилитра кислорода связываются одним граммом гемоглобина то есть зная концентрацию гемоглобина в крови мы можем прикинуть и определить рассчитать хотя бы приблизительно сколько же кислорода находится в артериальной крови у человека если кислород в венозной крови есть и посмотрите если в артериальной где-то 180 200 миллилитров на литр то в венозной его достаточно много где-то 120 140 миллилитров на литр то есть за время круга оборота крови по всей сердечно-сосудистой системе это где-то 22 23 секунды это вы узнаете из будущих лекций татьяна анатольевна вот за время этого круга оборота весь кислород в ткани не уходит уходит только часть уходит только часть каково напряжение кислорода в венозной крови если в артериальной оно было 100 мм ртутного столба то здесь где-то около 40 миллиметров ртутного столба различие между кислородом в артериальной крови между кислородом в венозной крови составляют где-то 70 80 миллилитров на литр это обозначается как артерия венозная разница иногда добавляют артерия венозная разница по кислороду потому что есть артерия венозная разница по углекислому газу 70 80 миллилитров на литр чаще применяется термин коэффициент утилизации кислорода то есть это процентная доля кислорода перешедшая из артериальной крови в ткани из артериальной крови в ткани можно по-другому сказать что такое коэффициент утилизации кислорода это артерия венозная разница выраженная в процентах по отношению к содержанию кислорода в артериальной крови то есть содержание кислорода в артериальной крови принимается за сто процентов а вот те 70 80 миллилитров которые обычно переходят в ткань выражаются в процентах по отношению к содержанию в артериальной крови в норме то есть у здорового человека в состоянии покоя коэффициент утилизации составляет 30 40 процентов вот где-то в этом диапазоне то есть скорость доставки кислорода в нормальных условиях значительно превышает его потребление ткани но при изменяющихся обстоятельствах допустим физическая нагрузка эмоциональная нагрузка коэффициент утилизация кислорода может доходить до 60 70 процентов то есть с большая часть кислорода будет переходить из артериальной крови к тканям клетка имеет место принцип надежности в обеспечении организма кислорода вот помним мы с вами прошлую лекцию где мы говорили что в легких скорость вентиляции значительно выше чем скорость перфузии крови это один из принципов надежности обеспечения организма кислорода помните вентиляционно перфузионный показатель который составляет в зоне 1 3 в зоне 2 прикорневая где-то 0 9 единицу и где-то 0 7 в нижних этажах в нижних этажах легких вот эти данные я их вам давал вы их можете еще раз записать что еще под этот принцип надежности подходит скорость доставки кислорода к тканям значительно превышает его потребление тканями я третий раз уже повторяю эту очень важную мысль то есть мы наши ткани наши клетки обеспечены в нормальных условиях доставкой кислорода кстати этот принцип надежности должен иметь место и при физической нагрузке иначе физическая нагрузка будет неэффективно обеспечивается эта надежность в доставке кислорода тремя физиологическими системами о которых мы уже вели речь это дыхательная она обеспечивает процесс вентиляции это сердечно-сосудистая которая обеспечивает прежде всего транспорт но и доставку значит ну перфузию конечно кислорода в аэрогематическом барьере и доставку в капилляры большого кровообращения это эритроцитарная система которая должна содержать должное количество гемоглобина а из лекций светлана олеговна вы знаете нормальную концентрацию гемоглобина и должны помнить эти цифры повторяю эта надежность должна быть не только в покое но и при нагрузках эмоциональных при нагрузках физических а человек постоянно находится в каких-то не стандартных ситуациях его постоянно из состояния покоя либо эмоциональной либо физические нагрузки выводит это нормальная жизнь человека кровь насыщается кислородом в капиллярах малого круга именно в капиллярах малого круга образуется соединение оксигемоглобин оксигемоглобин есть кривая диссоциации оксигемоглобина сейчас мы проведем ее анализ вот перед вами кривая диссоциации она рассматривается обычно в диапазоне величин парциального напряжения кислорода от 0 до 100 почему до 100 потому что именно за счет вот этого газообмена в легких в артериальной крови парциальное напряжение 100 миллиметров ртутного столба мы уже сегодня об этом говорили и так по горизонтальной оси откладывается парциальное напряжение кислорода по вертикальной оси ординат отмечается процент оксигемоглобина процент оксигемоглобина и из этой кривой уже видно посмотрите если при 100 миллиметрах ртутного столба посмотреть а сколько же оксигемоглобина находится в артериальной крови смотрите-ка здесь не доходит до 100 то есть нормальный процент оксигемоглобина в артериальной крови не 100 а где-то 96-97 процентов 96-97 процентов ну вот эта кривая немножечко как бы побольше может быть здесь все достаточно понятно единственное здесь дефект в этой кривой она не рассматривается до 110 вот до 100 если мы проведем вот этот перпендикуляр мы увидим да до 100 не доходит где-то 97 что отражает кривая диссоциации оксигемоглобина пологая часть пологая часть показываю ее пологая верхняя часть вот это верхняя такая сглаженная часть пологая она отражает процессы которые идут в капиллярах малого круга кровообращения то есть процессы синтеза оксигемоглобина или есть такой термин процессы ассоциации оксигемоглобина казалось бы зачем нужна такая пологая часть если у человека 100 миллиметров ртутного столба и он всегда может иметь гарантию что у него в артериальной крови будет 97 процентов оксигемоглобина но в целом ряде случаев у человека парциальное напряжение может уменьшаться оно может уменьшаться при нарушении внешнего дыхания оно может нарушаться при уменьшении концентрации гемоглобина в эритроцитарной системе оно может уменьшаться в результате нарушения перфузии легких то есть в трех ведущих системах о которых я выше говорил могут происходить какие-то изменения они будут происходить процент парциальное напряжение будет падать а процент оксигемоглобина будет изменяться несущественно вот это пологая часть выгодно для человека и животных кстати для здорового человека для здоровых животных она имеет еще одну очень важную выгоду дело в том что если мы находимся не в равнинных условиях а в условиях горной местности то в горах парциальное напряжение кислорода снижается и где-то вот на высоте примерно около трех тысяч метров оно будет составлять примерно величину шестьдесят миллиметров тотного столба и смотрите до подъема в горы до высоты где-то три тысячи метров у нас приличное содержание оксигемоглобина но не девяносто семь так девяносто и человек не ощущает вот этой высоты он не изменяет не ощущает изменений в состоянии своего здоровья вот это очень важная как бы защитная функция вот этой пологой части кривой то есть в диапазоне от 100 до 60 миллиметров ртутного столба ассоциация то есть синтез оксигемоглобина оптимален отвесная часть отвесная часть давайте посмотрим на нее вот эта часть начиная от 40 миллиметров ртутного столба она резко-резко идет вниз отвесная часть отражает процессы которые называются или обозначаются как распад молекулы оксигемоглобина диссоциация молекулы оксигемоглобина в капиллярах большого круга кровообращения парциальное напряжение как раз составляет около 40 миллиметров ртутного столба и здесь скорость распада оксигемоглобина оптимальна то есть молекулы оксигемоглобина распадается кислород уходит в ткани в силу разности парциального напряжения кривая диссоциация оксигемоглобина может сдвигаться влево вправо вот влево вот вправо давайте посмотрим какие факторы могут влиять на процесс синтеза и на процесс распада молекулы оксигемоглобина ну прежде всего конечно парциальное напряжение парциальное напряжение кислорода и двуокисиуглерода то есть того газа о котором которые в данном случае нас интересует безусловно влияет ph ph температура и содержание два три ди фосфоглицерата в эритроцитах ну по некоторым источникам иногда теперь говорят би фосфоглицерат ну это одно и то же это одно и то же теперь давайте посмотрим сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина влево вот влево то есть сдвиг влево улучшает процессы синтеза оксигемоглобина что способствует сдвигу кривой диссоциации влево ну во первых повышение парциального напряжения кислорода это первое и самое главное условие второе это снижение парциального напряжения двуокиси углерода очень важной причиной является повышение ph то есть сдвиг ph щелочную сторону важным является снижение температуры снижение температуры и понижение концентрации 2 3 ди фосфоглицерат вот все эти пять условий каждый каждый в свою очередь способствует сдвигу кривой влево вот здесь изображен видите это вот обычная кривая зеленым изображена а вот это сдвиг кривой диссоциации влево сдвиг вправо сдвиг вправо вправо он уже не способствует синтезу оксигемоглобина а скорее способствует его распаду этой молекулы оксигемоглобина смотрите первое условие низкое парциальное напряжение кислорода вспоминаете капилляра большого круга 40 мм ртутного столба высокое парциальное напряжение СО2 в капиллярах большого круга кровообращения идет насыщение крови двуокисиуглеродом снижение PH в капиллярах большого круга продукты метаболизма вызывают сдвиг PH в кислую сторону температура в результате обменных процессов в капиллярах большого круга она повышается ну и наконец 2,3 дифосфоглицерат также его концентрация повышается и усиливает распад молекулы оксигемоглобина вот он сдвиг вправо сдвиг вправо вот сдвиги здесь обозначены вы сфотографируете себе эту табличку что здесь и величина PH показана и температура очень интересные данные вот теперь давайте посмотрим транспорт углекислого газа больше венозной крови сколько это где-то 580 590 миллилитров на литр то есть значительно больше чем кислорода каково парциальное напряжение углекислого газа 46 мм ртутного столба помните в артериальной крови 40 а здесь 46 в растворенном состоянии находится где-то около 25 миллилитров на литр то есть двуокись углерода более растворима по сравнению с кислородом в виде карб гемоглобина находится где-то 45 миллилитров на литр 45 миллилитров на литр и в виде солей угольной кислоты содержится весь практически остальной углекислый газ это прежде всего конечно бикарбонаты натрия бикарбонаты натрия в артериальной крови углекислого газа меньше смотрите здесь 580 590 в артериальной 510 миллилитров на литр с парциальным напряжением 40 миллиметров ртутного столба какой мы делаем вывод что в артериальной крови достаточно высокое парциальное напряжение и содержание кислорода это имеет очень важное значение для регуляции других физиологических систем и самой дыхательной системы когда вы изучали систему крови вы поняли что процесс ритропоэза содержится зависит от содержания кислорода косвенно и от СО2 вы будете изучать сердечно-сосудистую систему и там вы будете разбирать состояние сосудодвигательного центра оно зависит от содержания СО2 и сегодня позднее мы будем говорить о регуляции дыхания и там опять мы будем говорить зависимость дыхательного центра от концентрации углекислого газа внутреннее дыхание значит транспорт газов мы закончили внутреннее дыхание это газообмен в тканях и клеточное дыхание мы с вами договорились что клеточное дыхание не рассматриваем это курс биохимии а мы коснемся вот этого вопроса газообмен между артериальной кровью и клетками тканей помните эту табличку я ее с вами показывал я ее комментировал я называл цифры вот этой левой части которая говорит о газообмене в легких газообмен в тканях также идет в силу разности парциальных напряжений газа посмотрите вот эта клетка вот эта клетка вот сюда пришла артериальная кровь с парциальным напряжением ну 96 мы с вами округляем до 100 100 мм артутного столба а в работающей клетке ноль парциальные напряжения кислорода он весь потреблен поэтому кислород идет в силу разности парциальных напряжений конечно в клетку теперь смотрите по двуокиси углерода в клетке идут метаболические процессы с затратами кислорода и с выделением двуокиси углерода значит в клетке много двуокиси углерода ее парциальное напряжение составляет напряжение этого газа 60 мм артутного столба а приходит артериальная кровь в которой ну мы с вами тоже округлили 40 мм артутного столба значит углекислый газ идет в сторону артериальной крови делает ее насыщенный углекислым газом парциальное напряжение становится 46 мм артутного столба углекислого газа и эта кровь становится венозной и эта кровь с высоким содержанием 580 590 миллилитров на литр содержанием СО2 идет к сердцу идет к легким к сердцу туда в систему малого круга обращения вот собственно клеточное дыхание реализовано как конечный этап дыхания вообще дыхание теперь нам нужно разобраться с вопросами регуляции дыхания регуляции дыхания как вы помните регуляция это контроль это управление чем-то регуляция чем идет управление вообще регуляция идет фактически внешнего дыхания как как вы цели то есть должно быть первое соответствие поступления кислорода уровня метаболизма то есть если уровень метаболизма повышается то нужно больше потреблять насыщать кровь кислорода второе это координация фаз дыхательного цикла то есть собственно вот этого процесса вентиляции менять частоту менять глубину этих фаз дыхательного цикла следующее обязательно надо осуществлять защитные функции по отношению к дыхательной системе то есть в случае попадания каких-то инородных тел раздражения дыхательных путей дыхательные центр а такого есть должен обеспечить кошлевые движения чихательные движения наконец когда мы дышим то одновременно мы можем осуществлять какие-то другие вегетативные функции в частности питаться когда мы едим мы одновременно дышим когда мы ведем разговор мы одновременно дышим и вот должна быть соблюдена четкая координация актов дыхания и глотания у людей с патологией центральной нервной системы с патологией подолговатого мозга когда идет дискоординация работы обеспечиваемой центром дыхательным и центром глотания могут произойти попадания пищевых частиц в дыхательные пути в дыхательные пути это очень тяжелая ситуация очень тяжелая патология наконец мы с вами говорим и вот в момент осуществления наших речевых функций дыхание всегда меняется чем мы можем говорить а мы можем петь вы посмотрите как певцы регулируют свой дыхательный цикл задерживают дыхание на длительный промежуток времени вот это цели регуляции дыхания я уже сказал что да действительно существует дыхательный центр это известно с позапрошлого столетия две фамилии стоит упомянуть это француз Флюранс и это отечественный казанский физиолог Николай Александрович Миславский я не буду сейчас как бы разделять что сделал Флюранс что сделал Миславский для нас сейчас важно понять принцип принцип доказательства локализации дыхательного центра для этого вспоминайте лекция последняя лекция по центральной нервной системе мы должны воспользоваться методом выключения 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 смотрите мы используем перерезки то есть отделяем допустим кору от нижележащих отделов животное дышит отделяем промежуточный мозг животное дышит отделяем допустим средний мозг вот под номером 1 перерезка выше продолговатого мозга и смотрите она проведена и животное дышит может быть изменится немножечко амплитуда может быть изменится немножечко частота но важно что любая перерезка выше продолговатого мозга сохраняя дыхание дыхание сохраняется и вот если вслед за первой перерезкой провести вторую перерезку ниже продолговатого мозга а мы с вами об этом дважды если не трижды говорили то есть отделяем головной мозг от спинного дыхание моментально прекращается то есть животное погибает животное погибает ну для нас сейчас важно что дыхание не будет значит дыхательный центр который контролирует дыхание внешнее дыхание находится между вот этими двумя поперечными перерезками то есть он находится в продолговатом мозге кстати Николай Александрович Шмиславский проводил такие опыты вслед за методом выключения он использовал метод раздражения и он наблюдал что раздражение одних отделов подолговатого мозга приводит к прекращению вдоха и наступление выдоха раздражение других отделов наоборот наоборот то есть уже из работ Николая Александровича Миславского казалось бы следовало вывод что существует два самостоятельных центра центр вдоха и центр выдоха и это представление дыхательном центре существовало в медицине очень длительный период времени современное представление несколько иное оно гораздо более сложное и интересное и о нем мы поговорим чуть позднее давайте определимся каковы связи дыхательного центра с другими структурами но прежде всего чем командует дыхательный центр то есть каковы его эферентные связи прежде всего надо понять что это альфа-мотонейроны спинного мозга каких сегментов сегмент c3 c5 то есть на этом уровне идет иннервация диафрагмы основной дыхательной мышцы основной на этом уровне еще и целый ряд вспомогательных дыхательных мышц может быть иннервирован но это нам сейчас пока не нужно итак c3 c5 альфа-мотонейрона которые контролируют состояние диафрагмы а сегменты t1 t то есть грудные с 1 по 12 контролируют альфа-мотонейроны здесь находятся альфа-мотонейроны межреберных мышц и дыхательный центр контролирует состояние этих альфа-мотонейронов то есть дыхательный центр контролирует все то что нужно для нормального дыхания и кстати для усиленного дыхания тоже это я говорю о вспомогательных мышцах вдох теперь надо с вами нам разобраться об афферентных связях дыхательного центра то есть любой центр командуя какими-то структурами должен получать какую-то информацию то есть мы сейчас говорим об афферентных связях дыхательного центра смотрите прежде всего это механорецепторы дыхательных путей механорецепторы дыхательных путей то есть воздушные массы идут по дыхательным путям и как бы надавливают на слизистую дыхательных путей и роль этих механорецепторов была вскрыта в опытах геринга и брейера в чем заключался этот опыт смотрите животное находилось под наркозом животное находилось под наркозом и дышало и вот если животное только-только начинало осуществлять акт вдоха а мы ему через дыхательные пути в легкие усиленно с большой скоростью с помощью какого-то насоса допустим вводим порцию воздуха то вдох моментально прекращался и начинался резкий выдох и начинался резкий выдох значит импульсы с дыхательных путей шли в дыхательный центр тормозили центр вдоха ну по мнению по классификации миславского и активировали центр выдоха теперь смотрите-ка есть животное наркотизированное дышит и осуществляет выдох и в этот момент усиленно откачать воздух из дыхательных путей то есть как бы усилить выдох то выдох прекращается и начинается резкий вдох значит импульсы идущие из дыхательных путей резко прекращали тормозили процесс выдоха и активировали центр вдоха вот что доказывает опыт геринга и брейера ирритантный рецептор ирритантные рецепторы Ирритантные рецепторы находятся в слизистых дыхательных путей. Они реагируют на пылевые частицы, они реагируют на холодный воздух, на табачный дым, на едкие газы. При раздражении ирритантных рецепторов дыхание резко затормаживается на определенный промежуток времени. Если механорецепторы активируют процесс вдоха, усиливают процесс дыхания, механорецепторы находятся в дыхательных мышцах, на которые давит проходящий воздух. А ирритантные рецепторы на слизистой оболочке, они прямо реагируют на какие-то газы. И человек задерживает дыхание. Человек задерживает дыхание и даже может начаться какой-то защитный процесс, защитная реакция. Следующая группа рецептов – это юкстокапиллярные. Их можно назвать еще и юкстокапиллярные, потому что капилляры окружают альвеолы. И вот в пространстве вокруг альвеол есть межклеточная жидкость. И вот если объем этой жидкости будет по какой-то причине возрастать, а это может быть отек легкого, начинающийся отек легкого, то идет активация этих юкстокапиллярных рецепторов, и импульсы, идущие в дыхательный центр, стимулируют работу дыхательного центра. У человека начинается диспноя. Помните, мы с вами давали этот термин в начале лекции – одышка. То есть усиленное дыхание, частое, поверхностное. Вот такое. Следующая группа – это проприорецепторы дыхательных мышц. Проприорецепторы дыхательных мышц. Их активация, безусловно, усиливает частоту и глубину дыхания. Кстати, это используется при, допустим, искусственном дыхании, когда искусственное надавливание на грудную клетку происходит, и это стимулирует работу дыхательного центра и дыхательных мышц. Ну и, наконец, терморецепторы. Терморецепторы, которые, безусловно, участвуют в регуляции дыхания. Все эти рецепторы имеют очень важное значение для регуляции дыхания, но особенно важное значение имеют хеморецепторы. Вот о них мы сейчас и поговорим. В позапрошлом столетии был проведен такой опыт. Провел его Фредерик, поэтому он носит название «Опыт Фредерика». У него есть еще название «Опыт с перекрестным кровообращением». Вы можете найти его в интернете, почитать. Есть там эта информация. Смотрите, два животных под наркозом. Под наркозом. И у животного, вот, допустим, слева будет первое животное, кровь из общей сонной артерии идёт в голову второй собаки или второго животного, а потом возвращается в тело первого животного. Кровь из общей сонной артерии второго животного идёт в голову первого, а потом возвращается в тело второй собаки. То есть, произошла как бы пересадка головы. Тело первой собаки снабжает голову второй. Тело второй собаки снабжает голову первой. Вот это подготовительная фаза эксперимента. Подготовительная фаза эксперимента. В чём заключался сам эксперимент? У первого животного, вот у этого животного, пережимали трахею. Зачем? Чтобы насытить кровь двуокисью углерода. Чтобы в этой крови этого животного было меньше кислорода. Ну, по современным представлениям животному можно было дать дыхательную смесь, обеднённую кислородом и насыщенную углекислым газом. Ну, Фредерик проводил вот так опыт. Пережимал трахею. Не полностью, конечно, а частично. И кровь, обогащённая углекислым газом и обеднённой кислородом, поступала в голову второй собаки. Что видел Фредерик? Он видел, что при пережатии вот этой трахеи у первого животного гиперпноэ, то есть усиление, учащение дыхания возникало у второй собаки. Но посмотрите-ка, у второй собаки возникало вот это гиперпноэ. Значит, оно дышало глубже, чаще. Значит, из его крови вымывалась угольная кислота. И эта кровь с меньшим содержанием угольной кислоты поступала в голову первой собаки. Что наблюдал Фредерик? Если у второй собаки было гиперпноэ, то у второй собаки доходило до апноэ. Ну, гипопноэ было обеспечено, а иногда возникала даже остановка дыхания. Почему? Да потому что поступала сюда кровь, обеднённая угольной кислотой. Что доказал опыт Фредерика? Он доказал, что изменение газового состава крови влияет на характер дыхания. То есть влияет, видимо, на дыхательный центр. Что не доказал Фредерик? Он не доказал. А где точка, приложение, действие? Да, кровь идёт вот сюда, куда-то, в голову собаки. Да, и здесь она идёт в голову собаки. Но где находятся те рецепторы, которые реагируют на изменение газового состава крови? Фредерик не сказал. Опыт Корнелиуса Геймонса. Корнелиус Геймонс – это лауреат Нобелевской премии. За цикл работ по регуляции дыхания ему в своё время была вот эта премия дана Нобелевская. Смотрите, у него много опытов было интересных. Я вам здесь привожу, ну, как бы суммарную схему его опытов. Вот это первое животное. Вот его общая сонная артерия. Как вы помните, общая сонная артерия делится на внутреннюю и наружную. Внутренняя несёт информацию в мозг. Наружная омывает ткани головы черепа. Так вот, кровь до общей, до разветвления общей сонной артерии на внутреннюю и наружную идёт к общей сонной артерии второго животного. К общей сонной артерии второго животного. И от этого разветвления уходит назад в голову первого животного. В голову первого животного. Что наблюдал Корнелиус Гейманс? Он также создавал гиперкапнию, то есть, повышенное содержание СО2 у первого животного, то есть, пережимал трахею, и пониженное содержание кислорода. И вот, когда он пережимал трахею, он видел, что одышка, то есть, гиперпноя по нашей классификации, то есть, усиление дыхания, углубление, наблюдается и у того, и у другого животного. Но, в первую очередь, оно наблюдалось у второго животного. У второго животного. Буквально через 5-6 секунд после пережатия это животное стало дышать чаще и глубже. А где-то через 20-25 секунд учащение и углубление наступило у первого животного. То есть, и в том, и в другом случае реакция на изменение газового состава последовала. Почему у второй собаки реакция наступила быстрее? Дело в том, что кровь, насыщенная угольной кислотой и обедненная кислородом, проходила через место разветвления общей сонной артерии на внутреннюю и наружную. А на внутренней стенке внутренней артерии находится гломус коротикум. То есть, скопление хеморецепторов. Так называемый каротидный синус. Так вот, импульсы с каротидного синуса второго животного мгновенно по афферентным нервам шли в дыхательный центр и изменяли характер дыхания. Почему замедленная реакция была у первого животного? Да потому что с током крови эта кровь текла достаточно медленно, приходила в мозг и тоже усиливала дыхание. Значит, видимо, хеморецепторы есть на периферии, артериальные. И хеморецепторы есть в самом дыхательном центре, в самом продолговатом мозге. Есть избирательная чувствительность этих центров к недостатку кислорода, к избытку двокиси углерода. Есть даже такие доказательства, такие данные, что оба эти рецепторы в той и в другой локализации чувствительны к снижению PH крови, то есть к ацидозу. То есть вот три фактора являются адекватными раздражителями для тех и других рецепторов. Три фактора – это угольная кислота повышения, кислород понижения и снижение PH. То есть вот опыт Геймонса доказывает, что есть и артериальные, и центральные. И вот все эти адекватные раздражители. Ну, здесь вот я уж вам показываю, что центральные избирательно реагируют, избирательно на угольную кислоту. Это не значит, что они не реагируют на недостаток кислорода и на ацидоз. Центральные на ацидоз тоже адекватно, а вот артериальные в большей степени реагируют на гипоксимию. Это не значит, что они не реагируют на ацидоз и на гиперкапнию. А теперь сама регуляция дыхания. Значит, вот того понятия, которое было в позапрошенном столетии представления Николая Александровича Миславского, что есть центр вдоха, центр выдоха, такого представления уже не существует, потому что достижения нейрофизиологов показали, мы сейчас будем вот в этой схеме разбираться, что существует несколько групп нейронов, которые по совокупности входят в понятие дыхательного центра. Дыхательный центр. Какие же там нейроны? Давайте запомним их названия. Инспираторные нейроны – ранние. Инспираторные нейроны – полные. Инспираторные нейроны – поздние. Инспираторные пост-инспираторные нейроны. Понимаете? Четыре группы инспираторных нейронов. Кроме этого, есть экспираторные нейроны и особая группа преинспираторных нейронов. И о каждой из этих групп у нас пойдёт отдельный достаточно подробный разговор. Начнём с ранних инспираторных нейронов. Вот они – ранние инспираторные нейроны. Возбуждение начинается с них. Потому что они прежде всего получают информацию с хеморецепторов. Ну, и с других, кстати, рецепторов, которые могут активировать, активировать, не тормозить, а активировать работу дыхательного центра. Ну, для нас сейчас прежде всего важны хеморецепторы. Вот ранние инспираторные нейроны. Они приходят в состояние возбуждения. Что для них характерно? Из всех инспираторных нейронов они возбуждаются первыми. Потому что наиболее возбудимы. Наиболее возбудимы. То есть, импульсы идут от хеморецепторов и к полным. И даже к поздним инспираторным нейронам. Но прежде всего активируются ранние инспираторные нейроны. Кроме того, ранние инспираторные нейроны обладают автоматией. То есть, самопроизвольным возбуждением. И особенно выражены это автоматики в раннем детском возрасте. В раннем детском возрасте. Что порой спасает при патологии центральной нервной системы от грудных детей. Теперь, возбудившись, ранние инспираторные нейроны что делают? Смотрите. Они активируют полные инспираторные нейроны. Сейчас я на схеме покажу. И активируют нейроны пневмо-токсического центра. Показываю. Вот ранние инспираторные нейроны. А вот полные. То есть, ранние, как бы по цепочке, передают возбуждение полным. Другой путь. Ранние передают возбуждение в пневмо-токсический центр, который расположен в Воролевом мосту. В Воролевом мосту. Вот эти два пути очень важные. Я сейчас немножечко попытаюсь опередить события. Важны чем? Дело в том, что по этому и по этому пути ранние инспираторные нейроны вызывают торможение себя. Сами ранние инспираторные нейроны через полные и через пневмо-токсические центры вызывают свое торможение. Это важно для того, чтобы процесс возбуждения в ранних прекратился. теперь давайте посмотрим на пневмо-токсический центр. Пневмо-токсический центр это группа нейронов, которые тормозит ранние инспираторные нейроны, то есть прекращают процесс вдоха на уровне нейронов, на уровне ранних инспираторных нейронов. Полные инспираторные нейроны тоже тормозят ранние инспираторные нейроны, то есть прекращают процесс вдоха на уровне ранних инспираторных нейронов. То есть процесс уже пошел. Он пошел на полные. Смотрим. Полные инспираторные нейроны. Вот они. Вот они. Полные инспираторные нейроны. Ну, во-первых, они тормозят ранние. Тормозят ранние. Это мы уже говорили. Во-вторых, они активируют работу мотонейронов спинного мозга, альфа-мотонейронов в шейнах и грудных сегментах. То есть, начинается вдох. Кроме того, они активируют поздние инспираторные нейроны. Посмотрите, следующая группа инспираторных нейронов поздние. Значит, у полных инспираторных нейронов три задачи. Прекратить возбуждение ранних, активировать мотонейроны спинного мозга, мотонейроны дыхательных мышц и активировать поздние инспираторные нейроны. Теперь поздние инспираторные нейроны. Ну, понятно, что они возбуждаются от полных. Но, кроме того, они возбуждаются от... Сейчас я покажу эту схему. Они возбуждаются от механо-рецепторов легких. То есть, при растяжении механо-рецепторы альвеол дыхательных путей реагируют на эти воздушные массы и тоже активируют поздние инспираторные нейроны. Кроме того, значит, поздние инспираторные нейроны продолжают акт вдоха. То есть, они продолжают дело, начатое полными. Вот полные активируют мотонейроны. И поздние присоединяются в конце акта вдоха. В конце акта вдоха. Кроме того, поздние нейроны активируют постинспираторные нейроны. Постинспираторные нейроны. Ну, естественно, тормозят и полные, и ранние инспираторные нейроны. И ранние, и полные инспираторные нейроны. То есть, они, как бы, всю эту дорожку, по которой была вызвана их активация, они её тормозят. Они её тормозят. Теперь постинспираторные нейроны. Вот, будьте внимательны. На схеме показываю. Постинспираторные нейроны. Они тормозят все инспираторные нейроны. Все без исключения. Кроме того, они тормозят, как бы препятствуют активности экспираторных нейронов. То есть, они заканчивают акт вдоха. А раз акт вдоха закончен, то наступает пассивный выдох. Можно сказать, что постинспираторные нейроны обеспечивают пассивный выдох. Они активируют импульсы 9 и 10 пар черепно-мозговых нервов, которые немножечко сужают, приводят к сужению голосовой щели. И выдох, фаза выдоха немножечко затягивается по времени. То есть, постинспираторные нейроны обеспечивают процесс пассивного выдоха. Теперь смотрите-ка. Выдох в состоянии покоя и выдох при какой-то активной деятельности отличается. Давайте рассмотрим форсированный выдох. Значит, форсированный выдох мы должны начать рассматривать с усиления импульсации с ранних инспираторных нейронов. С ранних инспираторных нейронов импульсы более активны, то есть, более часто идут в пневмотоксический центр. И из пневмотоксического центра с большей частотой поступают к экспираторному центру. К экспираторному центру. Вспоминайте, более частая импульсация импульсов, которые раньше были допороговыми и не возбуждали экспираторный центр, а теперь возбуждают, называется временная суммация. Временная суммация. То есть, при форсированном выдохе экспираторный центр активируется за счет временной суммации. Теперь посмотрите-ка. Сюда могут идти импульсы из моторной коры. То есть, через пневмотоксический центр к экспираторному центру импульсы могут из коры через пневмотоксический центр прийти и активировать экспираторные нейроны. Значит, два пути. Один – от ранних инспираторных нейронов через пневмотоксический центр к экспираторным нейронам. Так или иначе, при форсированном выдохе они должны быть возбуждены. Что они делают? Что они делают? Они активируют мотонейроны экспираторных мышц. Они активируют мотонейроны экспираторных мышц. И вы помните, что при активном выдохе сокращаются мышцы спины, внутренние, косые, межрёберные и межхрящевые мышцы. То есть, идёт активная их работа. Кроме того, экспираторные нейроны активируют группу преинспираторных нейронов. Это очень важный момент. Вот давайте посмотрим, что же будут делать преинспираторные нейроны. Преинспираторные нейроны выполняют для экспираторных нейронов ту же самую функцию. Тормозят. То есть, если экспираторные нейроны возбуждают преинспираторные, то они в ответ прекращают выдох. Тормозят экспираторные нейроны. То есть, ту же самую функцию по отношению к ранним выполняли нейроны пневмотоксического центра и полные и поздние инспираторные нейроны. И вот ещё одна очень важная функция преинспираторных нейронов. Смотрите. Они блокируют. То есть, растормаживают. То есть, снижают торможение с ранних инспираторных нейронов. Смотрите. Они находились в состоянии торможения под действием пневмотоксического, поздних инспираторных, полных инспираторных. А теперь вот эти преинспираторные нейроны все эти виды торможения убирают. Убирают. Значит, ранние инспираторные нейроны, будучи не заторможенными и будучи высоко возбудимыми, они реагируют на всю ту совокупность импульсов, которые поступают с периферии. И прежде всего на импульсы, которые идут в схема рецепторов дыхательных путей. Хотя, повторяю, и на другие импульсы, идущие по другим рецепторам, ранние инспираторные нейроны реагируют. А раз они реагируют, то запускается новый цикл. Снова пневмотоксические, снова полные и так далее. И так далее. Участвуют ли другие отделы, кроме продолговатого мозга? Кроме дыхательного центра, в регуляции дыхания. Конечно, участвуют. Ну, вот роль пневмотоксического центра мы уже разобрали. Он и при спокойном выдохе выполняет свою функцию торможения ранних инспираторных, и при спокойном дыхании он посылает тормозные импульсы, то есть активирующие, извините, импульсы к экспираторным нейронам. Но не может вызвать возбуждение экспираторных нейронов, потому что эти импульсы допороговые, пока, при нормальном дыхании. Это потом, при усиленном дыхании, импульсов пойдет больше, и экспираторные нейроны будут возбуждаться. Кроме того, пневмотоксический центр является посредником передачи импульсов из коры. Мы можем произвольно вдохнуть, мы можем произвольно выдохнуть, и через пневмотоксический центр импульсы пойдут к дыхательным нейронам. Гипоталамус. Гипоталамус. Гипоталамус, конечно, участвует в регуляции дыхания. Ну, хотя бы потому, что там есть центр терморегуляции. Вы понимаете, что при изменении температуры тела частота и глубина дыхательных движений меняются. Вспомните, допустим, вы видите, животное, допустим, собака, ей жарко, и у нее учащенное дыхание. Такое же учащенное дыхание, направленное на удаление, снижение температуры, отмечается и у нас. При охлаждении дыхание у нас урежается. Вот это роль гипоталамуса в регуляции дыхательного цикла. Кроме того, гипоталамус является одной из важных структур для обеспечения врожденных форм высшей нервной деятельности. Какие это врожденные формы? Инстинкты, мотивации, эмоции, сон. Вот все эти формы, врожденные формы высшей нервной деятельности вы будете рассматривать в следующем семестре. Но при каждой этой форме дыхание будет меняться. И вот она роль гипоталамуса. Кстати, в этом же проявляется и роль лимбической системы, которая работает совместно с гипоталамусом при врожденных формах высшей нервной деятельности. Наконец, это роль коры больших полушарий. Кора, мы уже об этом говорили, может произвольно прекратить дыхание, задержать дыхание, усилить дыхание. То есть, осуществить, допустим, гипервентиляцию или гиповентиляцию легких. Значит, она участвует в регуляции дыхания. Роль коры больших полушарий можно доказать, допустим, на животных с помощью условных рефлексов. То есть, за какое-то определенное время до какого-то события, допустим, на старте человек или, допустим, собака, до кормления за несколько мгновений обязательно и у того, и у другого будет меняться дыхание по механизму условного рефлекса. Несколько слов о регуляции бронхиального дерева. То есть, мы говорили о регуляции внешнего дыхания, но через дыхательные пути, через бронхиальное дерево, кальвеолам легкого, идут воздушные массы. И вот здесь важно понимать, как оказывают влияние парасимпатический и симпатический отдел. Парасимпатическая нервная система вызывает сужение дыхательных путей. И вот, кстати, при воспалительных заболеваниях особенно усилен кашель, как защитный рефлекс, именно в ночное время мучительный кашель наблюдается. Этому способствуют такие вещества, выделяющиеся при активации парасимпатического дела, как ацетилхолин, серотонин, гистамин. А симпатическая нервная система вызывает расширение легких. И активную роль играет здесь адреналин и норадреналин. Вот на этом мне бы хотелось закончить нашу с вами лекцию. Благодарю вас за внимание. И в следующей лекции у вас пойдут цикл лекций по сердечно-сосудистой системе. Лекции будет читать Татьяна Анатольевна Блохина. Всего вам доброго.